Осенью этого года я решил заняться предпринимательской деятельностью. На рынке Феникс было предоставлено мне торговое место для торговли свежей рыбой. 22 ноября я приехал первый день попробовать торговать. Во время того, как торговал, подошла ко мне санитарный врач. Не представилась и спросила у меня документы. Спросила документы, подтверждающие качество рыбы. Документов я ответил, что нет. Она ответила, что я заплачу штраф 58 гривен. Я с ней согласился, как бы люди работают, значит как-то нужно работать. Она сказала, что штраф буду я платить каждый день. Я с этим не согласился. Сказал ей, что это очень сложно каждый день платить 58 и плюс 66 аренду. То есть в таком случае смысла в работе не было особо. И сказал ей, чтобы она попробовала сама поторговать свежей рыбой зимой. Как это холодно и как это сложно сделать вот зимой. Она приняла это очень как бы, как будто бы ее оскорбили и ушла. Сказал, чтобы я потом подошел к ней решить вопрос по поводу штрафа. Я подошел, штраф оплатил. Все, она сказала, что на следующий день подойдет еще. Ну, как бы за очередным штрафом. На следующий день, когда я приехал торговать, где-то во второй половине дня подошел ко мне неизвестный какой-то мужчина. Где-то примерно 50 лет возраст его. Подошел и начал нецензурно оброниться. Начал как бы оскорблять. Говорить, спрашивать откуда я. Спрашивать кто я. Говорить, утверждать то, что я никто. Что как бы сыновья его меня найдут там и так далее. Я не мог понять, конечно, что это за человек. Откуда он, кто он. Он вызывал меня за рынок, так, чтобы решить физической силой вопрос. Неизвестно, откуда взявшийся вопрос. Я ему ответил, чтобы он ушел, чтобы не мешал работать. Он ушел. Где-то спустя минут 5-10 пришел снова. Я выходил с торговой точки. Он нанес мне удар головой своей. Я назад попятился. Присел, как бы, получил серьезный удар. Потом снял с себя курточку. Ну и хотел, как бы, узнать. Пришел в себя, когда от удара, да. Я решил выяснить, что это был за мужчина. И почему он меня ударил головой. Как бы удар был очень сильный. Ну, я встал и побежал за ним. Люди, которые торговали рядом, покупатели, все это все видели. Видели, как он ударил. Видели, как он потом начал убегать. Когда я догнал его, я, как бы, ну, хотел выяснить, кто он. Люди все видели. В драку я с ним не вступал. Он просто сказал, что он меня еще найдет или достанет. Как-то вот так. И потом скрылся он в неизвестном мне направлении. После того, как убежал этот молодой человек в 50 лет, я понял, что это отец проверяющий, которая проверяла, как бы, документы и выписывала штраф. Пошел к ней. Пошел спросить, кто это был и что это за физическое, как бы, воздействие. Зашел к ней, она засуетилась, поняла, что приходил ее отец. Как потом выяснилось, это был ее отец. Она ему позвонила. В суматохе говорила, зачем я ему позвонила. Да, я ему позвонила. А он сказал, что разберется. И вот таким способом он, по всему видать, решил разобраться. Физическим воздействием. Потом она сказала, все, идите работайте, все будет нормально, все будет спокойно, идите работайте. Вскоре я выяснил, что человек, который пришел разбираться со мной физическим воздействием, это был ветврач Жертвневого района, Горовой Петр Юрьевич. Пользуясь своим положением в ветслужбе, в этой санитарной службе, он, этот Горовой, сказал, что я ни на одном рынке города Николаева и вообще не буду работать. Там, где я буду работать, будет насылаться проверка, будет как бы все проверяться и закрываться, как бы торговые точки. То есть, так, чтобы меня не было ни на одном рынке, чтобы я не смог работать нигде. Торговать этой свежей рыбой. Получается, в наше время человек, используя свое служебное положение, может как бы беспредельничать, физическое воздействие применять кому угодно, не боясь ни закона, ничего. И он может смело сказать, что он запретит мне работать. В том случае, что у меня трое детей, нужно семью кормить, а работы, получается, нет. Я нашел средства заработка вот в этой свежей рыбе, в торговле, да. А он запрещает мне работать, насылает проверки, не дает, в общем, всячески препятствует. Получается, что каждый вот такой ветврач может запретить любому человеку работать по своему желанию. В то время, когда сам занимается продажей мяса, которое берется на анализы через свою дочку и ничего не боится.